Экономическая ситуация пассажир-автотранса подошла к критической отметке. На протяжении нескольких лет муниципальный перевозчик не получал из бюджетов разных уровней и достаточно средств. А себестоимость поездки остается выше, чем каждый пассажир платит за билет. При этом стояла задача увеличить количество подвижного состава, и 125 автобусов пришлось приобретать в лизинг. Кроме того, предприятие обслуживало и малорентабельные маршруты с низким пассажиропотоком. Копились долги. В администрации города было принято решение о привлечении инвестора. Чтобы сохранить предприятие, его имущество на пять лет передали в аренду частному перевозчику. Коллектив пассажира-автотранса обеспечивает работой в Самара Автогаз. Все сотрудники пассажира-автотранса оказались в той ситуации, что организация, в которой они работают, не может дальше осуществлять свою деятельность. У нее нет средств на то, чтобы выпускать автобусы, нет средств на то, чтобы платить людям зарплату. И об этом было сказано честно и открыто. И при этом было найдено и предложено решение, что всех сотрудников перевести на работу в организацию нового перевозчика. При этом все условия трудового договора, в том числе оплата, сохраняются на том же уровне. Коллектив у пассажира-автотранса, чтобы начать работать в другом предприятии, необходимо уволиться и заключить новый трудовой договор с Самара Автогаз. Водителям и кондукторам необходимо терпеливо и с пониманием отнестись к процедуре перехода в другую компанию. Самара Автогаз готова взять на себя эту ответственность, готова взять на себя эту финансовую нагрузку и выплатить два средних заработка при приходе к нам на работу. И это происходит с водителями и кондукторами, которые приходят к нам, мы подписываем с ними соответствующие договоры. Процесс трудоустройства занимает некоторое время. Из-за соблюдения юридических моментов и требований безопасности. Сегодня на работу в Самар Автогаз вышли уже более трехсот сотрудников пассажира-автотранса. Я не один раз читал договор. Я не вижу там все указано по статьям. Какая статья? Кодекс, трудовый кодекс. Плюс у нас являлись как бы гарантами представители от профсоюза и представители от администрации города, из департамента являются гарантами. Ну какие еще надо гаранты? Кому надо, все практически уже перешли. Моя личная бригада в полном составе перешла. Для пассажиров процесс должен пройти незаметно. Сегодня частным перевозчикам уже куплено 100 новых автобусов. Около половины МАЗов уже пришли. В течение апреля они должны выйти на линии. В целом, по факту, будут работать свыше 200 автобусов. Это на несколько десятков единиц больше, нежели до последних событий. Например, для жителей поселка Красная Глинка, использующих 50-й маршрут, вместо фактического выхода шести автобусов, запланировано 20 машин. В измененном реестре муниципальных маршрутов прописано максимальное количество автобусов, предусмотренных по каждому действующему направлению. На части маршрутов количество подвижного состава уже увеличено. Все виды льгот, электронные карты, карта студента, школьника, социальные карты для пенсионеров сохранятся. Инна Сапанченко, Максим Гусев, События.